В общем, это обычно, это были действительно доброжелатели, как бы, и обычно все это заканчивалось нормально. Вот один у меня был гость, незваный, татарин, кстати, незваный гость, хуже татарин. Вот это была встреча, неприятная, конечно, для нас обоих, у меня дома, в моей спине. А так, остальные встречи вроде бы были доброжелательные. Снятие штанов как наказание для чеченцев – давняя традиция или просто традиция бандитов 90-х? Какова культурная подоплека этого наказания и почему так постыдно, когда чеченцев снимают штаны? Это давняя традиция, это была высшая мера наказания в отношении особо омерзительных преступников. Это выше, чем смертная казнь. То есть, если в обычной системе государства, где действует смертная казнь, как, например, в Америке, ну, в некоторых штатах Америки, если там высшей мерой наказания является смерть, то у чеченцев вот этот вот акт снятия штанов – это акт унижения. Он был высшей мерой и применялся только в отношении тех людей, которых убить мало. Понимаете, вот насколько это должно быть омерзительным преступлением, что убить за это их мало. В отношении таких людей применяли акт унижения. И почему это считается позором у чеченцев? Ну, так бы завелось. Сложно объяснить, наверное, почему. Таковы традиции, таковы обычаи. Но, чтобы вы понимали то, что сегодня происходит, как ты там высказал критику в отношении Путина или Кадырова, из тебя сняли штаны, такого нет, конечно, не было и не могло быть у чеченцев. Это высшая мера, она предназначалась для каких-то омерзительных преступников, как наподобие там... Я даже не хочу приводить примеры, но если человек, допустим, вступил там в интимную связь с замужней женщиной, например, такие вот моменты, то есть это очень как бы постыдные такие преступления, они наказывались подобным образом. Ас-саляму алейкум, Тумсо. Видел, в Дагестане установили бюст Сталина, но, говорят, его демонтировали неизвестный. Да, есть эта тема, давайте ее осветим. Тут 29, по-моему, апреля был установлен бюст Сталина в городе Дагестанский Огни. Это недалеко от Махачкалы, по-моему, находится город. Давайте посмотрим, как это происходило. Сегодня 29 числа апреля, историческая дата в городе Дагестанский Огни. По проспекту Сталина поймается обелиск. Они вот останавливают целую. И вот сегодня что Сталину поражает. Вместе с положением, что это происходит в сегодняшнее время, даже как-то не по себе, да? Вот здесь вот подобное может происходить. Когда ты понимаешь, что это не просто происходит, а еще и в Дагестане у тебя под носом происходит это... Памятник Сталина. Вот идет процесс установки. В общем, ситуация эта, конечно же, возмутила не только нас, чеченцев, ингушей, ну и других представителей других народов, пострадавших от Сталина, но и самих дагестанцев, часть народа Дагестана это тоже возмутило. Там есть наши достойные братья и сестры, которые не причастны к подобного рода омерзительным явлениям. И поэтому начали высказываться различные блогеры из Дагестана, там общественные деятели. Некоторые даже приезжали на это место и перед этим памятником снимали какие-то свои обращения. В общем, прокатилась такая волна возмущения, негодования. И сегодня пришла информация и видеоролик с места событий, демонтировали в итоге этот билст. Давайте это тоже посмотрим. В общем, история закончилась вот так, можно сказать, happy end. Я, конечно же, очень рад, что нашлись здравые умы в Дагестане, которые убрали эту фитну, этот предмет для очень серьезного напряжения отношений, как минимум, между народами. И подобные вещи, конечно, нельзя допускать. Я очень рад, что это так закончилось. И надеюсь, что у этих сторонников, поклонников, последователей Сталина не хватит сегодня сил и влияния, чтобы вернуть этот билст на свое место. И в целом, я надеюсь, что вот этот вот демонтаж, он последует, так скажем, станет началом десталинизации Дагестана, так как в Дагестане в нескольких городах, мы знаем, есть, кстати, вот в этом же городе дагестанские огни, по-моему, есть проспект Сталина, что ли, улица Сталина. Я надеюсь, что это будет таким началом десталинизации. Все-таки это, ну, недопустимо, что вообще в целом в современном мире где-то есть улицы или бюсты имени Сталина, но то, что это у нас в Дагестане, я говорю у нас, так как и Дагестан, и Чечня, и Кабардино-Балкария, и любая республика Кавказа, это все мы, это все наше. Поэтому то, что у нас сегодня на Кавказе есть подобное явление, это вещи, конечно, недопустимо. Поэтому я надеюсь, что это будет таким началом, я надеюсь, что те люди тоже остепенятся, придут в себя, а если нет, то я надеюсь, что они отправятся за своим кумиром Сталиным, побыстрее я им желаю туда отправиться. Ну, и воскреснуть, конечно, вместе с ним. Тех, кто этот памятник поставили, их нужно судить. Ну, это пусть, наверное, в Дагестане с этим разберутся, что с ними делать. В целом, хорошо, что его убрали. Проспект Путина лучше, говорит? Нет, конечно, Орда Рома вообще не лучше. Проспект Путина — это позор. И проспект Путина, улицы Трошева, псковских десантников, там, мемориал памяти псковским десантникам и прочие вещи — это то, что недопустимо, это позор. Это то, чего никогда не будет на нашей земле, как только мы ее освободим, иншалла, никогда там подобных вещей не будет. Мост Кафырова тоже так себе говорит. Согласен, согласен. Многие, знаете, троллят, как бы, эту тему с этим мостом, говоря, что его там переименовать в мост Буданова. И как для чеченца, чисто отношение его чеченца. Как я смотрю на то, что в Питере есть мост имени Кадырова, и если бы он был не имени Кадырова, допустим, а имени Буданова, для меня, как для чеченца, это было бы лучше или хуже. Да вообще плевать. Мне нет никакой разницы, что он называется мостом имени Буданова, или Кадырова, или Ермолова. Понимаете, что там в России, в российском городе, в Питере, как они там называют свой мост, это для меня, что тот является убийцей моего народа, что этот. Разницы в них никакой. Поэтому здесь... Ну, нас это никак не задевает, то, что вы там пытаетесь как-то тролльнуть нас, типа мы его переименуем в мост имени Буданова, да пожалуйста, хоть Ермолова переименовывайте, нам все равно. Нас задевает другое, нас задевает то, что в наших городах есть улицы Путина, проспекты Путина, улицы Трошева, псковских десантников и так далее. Вот это вот реально то, что очень сильно нас беспокоит и задевает. Томсу асанам алейкум, знаешь, есть ли где-то в мире страны с улицами, названными именами сподвижников? Алейкум асалам. Да, конечно, есть. Я видел такую улицу в Дубае. Даже не улицу, это проспект имени Умара ибн аль-Хаттаба. Я видел. Еще там, еще какие-то, по-моему, были улицы в честь сподвижников. Я буду доволен, Мисеймиллах. Асалам алейкум, брат. Томсу, узнавали ли тебя на улице случайные люди, узнавшие тебя, земляки или подписчики твои, уже когда ты покинул родину. И как ты отреагируешь, если человек, доброжелатель, подойдет? Алейкум асалам арам аль-Хаттаба. Да, бывало такое. И не раз. Я не буду вдаваться в подробности, но такие моменты у меня были, когда узнавали не только земляки, люди из России, из Украины, из Средней Азии. Узнавали, подходили. Кто-то фотографировался, с кем-то просто о чем-то общались. В общем, это обычно, это были действительно доброжелатели, как бы. Обычно все это заканчивалось нормально. Вот был, один у меня был гость, незваный. Татарин, кстати. Незваный гость, хуже татарин. Вот это была встреча, неприятная, конечно, для нас обоих, у меня дома, в моей спине. А так, остальные встречи, вроде бы, были доброжелательные. Редактор субтитров А.Семкин